всех приветствую на канале компьютерной академии в сегодняшнем видео важный вопрос почему не работает вайбер самые распространенные причины и так бывает случай когда приложение вайбер не работает давайте рассмотрим самые распространенные причины и узнаем как решить данную проблему и так поехали итак давайте выясним почему вайбер не работает причины могут заключаться в следующем первое проблема в процессе установки высвечивается ошибка или не пришел код активации второе вайбер перестал работать после скачивания обновления третье не высвечивают уведомления о полученных сообщениях 4 функция передачи сообщений работает со сбоями теперь разберемся с проблемами по отдельности итак ошибка в процессе установки причин тут несколько первое важно проверить количество памяти на жестком диске вашего компьютера или смартфона и и должно быть не менее 50 мегабайт лучше больше если место на диске недостаточно удалите ненужные программы чтобы освободить его а затем запустите программу установки вайбера заново важное замечание от нашего канала для этого нужен в принципе стабильный интернет например 4g или вай фай соединения многое зависит от скорости следующее что может вам помешать это устарела версия устройства нужно осуществить прошивку гаджета до новой версии с которой приложение будет работать подробнее можно узнать на официальном ресурсе вашего гаджета скажу самостоятельно простым обывателям это сделать будет очень трудно и следующее не устанавливайте программу скачанную из неизвестных сайтов а там могут быть вирусы и очень часто возможно ваш антивирус просто не пропускает зараженный файл так что будьте бдительны двигаемся далее следующая ошибка после скачивания обновления порой обновленная версия вайбер становится несовместимой с телефоном обычно такие проблемы решают разработчики попробуйте сделать откат программы до предыдущей версии скажу следующее еще бывают нюансы надо все-таки зайти пуск это на компьютере пуск и программа а на смартфоне шестереночка настроечка программы и попробовать почистить кэш почистить данные и удалить ваш старый вайбер после этого установить заново новый вайбер это тоже помогает следующий вопрос вайбер не сообщает о пропущенных уведомлениях обращаем внимание на следующее первое если уведомления не высвечивается вообще независимо от режима нужно осуществить чистку кэша это очень хорошо помогает после этого перегружаем устройство и перезапускаем программу и будет вам счастье второе если у интернета недостаточно скорости вайбер может отключить второстепенные функции чтобы поддерживать остальные нужные функции это касается и уведомлений третье обратитесь к настройкам телефона чтобы убедиться что пользователям разрешено управлять отправлять именно вам сообщение бывает настройках просто запрещено так что посмотрите в настройки двигаемся далее следующие проблемы сбои в работе сообщений и звонков они работают только если вы подключены к интернету и скорости последнего достаточно при возникновении сбоя в первую очередь проверяем работу интернета если проблему не удалось решить осуществляем переустановку мессенджеры бывает помогает перед этим надо зайти опять таки шестереночка приложение вайбер вайбере чистим данные чистим кэш и потом удаляем уже этот мессенджер после этого перестановочку делаем у вас все должно работать следующее если приложение не передает сообщение определенному пользователю он значит вас добавил в черный список это бывает попробуйте связаться с другого аккаунта или встретиться лично порой владельцы новых аккаунтов утверждают что не получает сообщение в этом случае им следует зайти в настройки и найти там пункт вызовы затем проверить поле вызовы вайбер им бывает надо галочку поставить следующее постоянно занятая линия означает что пользователя добавили в игнор лист если вызов не происходит человек мог удалить аккаунт виде звонки не будут работать если нет камеры в том числе и на смартфоне и на компьютере ну а теперь давайте рассмотрим ошибки с вайбер на персональном компьютере и так в первую очередь убедитесь в том что приложение установлено на вашем смартфоне вот именно обращаю ваше внимание в отличие от skype и telegram вайбер это приложение которое можно установить только с помощью вашего телефона или смартфона во время установки приложения у вас высветится окно подключения к телефону при отсутствии последнего программа не установится на компьютер никоим образом компьютерной версии работает только с обменом сообщений звонить через компьютер невозможно и важное замечание от нашего канала если программа не запускается удалите ее из авто запуска ну и по окончании нашего видео скажу следующее вайбер это удобное приложение для обмена сообщениями но с ним часто происходят неполадки буквально давеча они были и еще добавлю скачивайте программу только из google play маркета или app store чтобы избежать каких-либо проблем это канал компьютерная академия и наш партнер сайт mob company .info сайта смартфонах и их производителя я думаю данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки с нами будет интересно круги ок 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 ок